Воздушный шар 15-20 минут и 300-килограммовый воздушный шар наполнены теплым воздухом, как пушинка взмывает в небо. Невысоко. Отправиться в свободный полет мешают тросы. Чтобы разглядеть окрестности, достаточно высоты 30-40 метров. Команда воздухоплавателей Санкт-Петербурга впервые поднимается в небо над Сочи. Но скоро, возможно, их аэростат получит постоянную прописку на курорте. Самым первым авиационным видом это и был как раз вот такой тепловой аэростат, который отличался очень мало от того, на котором мы сейчас летаем. Мы из Санкт-Петербурга приехали, чтобы здесь организовать фестиваль, который пройдет на День города. Но и одновременно помочь с организацией федерации местной. В Санкт-Петербурге Федерация спортивного воздухоплавания насчитывает порядка 50 человек. Насколько многочисленной она будет в Сочи, сказать сложно. Ведь транспорт довольно редкий, а в мире всего несколько фирм изготавливают аэростаты. Но попробовать себя в качестве пилота каждый сможет уже через несколько дней. В команде из Северной столицы присоединятся спортсмены из Москвы, Волгограда и других городов. Несмотря на сложность конструкции, аэростат считается одним из самых безопасных видов транспорта. Почувствовать себя парящей птицей и увидеть город с высоты птичьего полета сможет каждый. В дни города на крупных площадках будет работать 8 таких аэростатов. Грузоподъемность транспорта 3-4 человека. Все зависит от метеоусловий. Кстати, желающим полетать на воздушном шаре следует внимательнее изучать прогноз погоды. Аэростат не поднимется в небо даже при небольшом ветре или осадках. Если в день города погода будет оптимальной, то посадка на воздушный транспорт будет осуществляться во всех районах курорта – от Адлера до Лазаревского. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.